Здарова ребятки, на связи Тима и сегодня мы будем играть на аккаунте Плагиат. Кто-то спросит, почему я этот аккаунт назвал Плагиатом. А я вам отвечу, потому что первое видео по Ящер Тащеру я снимал на этом аккаунте. И так как я на этом аккаунте Ящер Тащера больше не снимаю, я прозвал этот аккаунт Плагиатом. Ну и извечный вопрос, почему ты не стримишь, не снимаешь на этом аккаунте. Все очень просто, у меня были другие проекты, которые я хотел довести до ума. Вот допустим недавно мы завершили с вами проект, это фуловая девятка. Мы прокачали до конца героев и все, наконец-то у меня есть фуловая девятка, теперь нужно купить еще и руки. Ой, вернее докачать. Все, вот так будет правильно. Ну и скоро мы начнем заниматься с вами этим аккаунтом. В этом году уж точно мы его не зафулим, но в следующем году этот аккаунт будет фуловой десяточкой. Всю информацию по аккаунту я вам рассказал, ну и что же мы будем делать с вами сегодня. А то же самое, что и вчера, фанится на этом аккаунте. Первая атака у нас будет вышибалы плюс Хоги, необычно, да? Да, но в принципе это будет предзаход с Големом, героями и вышибалами. Да, герои тут конечно донные, но в принципе не совсем критично, поэтому пойдет. Вторая атака будет просто драконами, я хочу поиграть на десятке драконами пятого уровня, не знаю почему. И в принципе это все делается, чтобы пройти вот это событие. За один буст я уж точно пройду, но все, я пошел искать соперника на первую атаку. Короче, провел я уже первую атаку и она вообще не достойна внимания, поэтому я ее показывать вам не буду. Ну в общем смысл в чем, там заходят боулеры, квина, кинг и все это подрывается на двойной бомбе и остаются в живых только кинг и королева. И в итоге их задолбливает КК и как бы все, остаются только Хоги, а Хогами я выбил 40%. То есть все, я вам кратко рассказал, что там было, поэтому первую атаку будем считать драконами. И кстати, я забыл сказать про ИК, я вам вчера на стримчике говорил, какие призы будут и я не ошибся. Так, нет, позавчера, вчера я вам уже говорил официальную инфу, которую дали в игре. А вот позавчера, да, я реально вам не соврал. И я уже взял задание, получается, нанести 600% разрушений. Я это очень легко выполню, считай, изи 1200 опыта. Самый обыкновенный микс драконами с четвермя молниями, раньше я всегда так атаковал на десятки. Давайте посмотрим, на что способен сейчас этот миксец. Тут, конечно, прокачка слабенькая для десятки, но, в принципе, для разминки пойдет, тем более это драконы. Так, я планирую сшипсти вот эти вот две верхние пвшки и зайти снизу. Так как там квина, как-никак, и думаю, что это будет актуально. Так, накидываем тогда вот таким рядком всех драконов наших, даже по два уже можно. Я думаю, это будет правильно. Так, и лава, кстати, пошла... Блин, лава, я все понял. Лава, все отлично. Такс, насчет лавы я, оказывается, прогадал. Я забыл, что взял шариков. Ну и ладно. Такс, что сделаем с героями? Либо рейч я рано накинул, да? Вот я не знаю, кстати. Возможно, рейч рано накинул. Надо было чуть поближе к инферно накинуть. Кстати, еще и вторая-то адская есть. Блин, а вот это, кстати, косяк. Возможно, зря я так сделал. Ну, в принципе, ладно. Самое основное нам здесь забрать ресурсы, взять звездочку. И поэтому меня все устраивает. Что будет, то будет. Не важно. Это самые основные задания, что мы сегодня должны сделать. То есть пройти события. Ну и, конечно же, фармануть немножечко. Хотя бы несколько строителей, но забить. Что-нибудь да поставить. Так, ну тут остается, конечно, инферно, арбалет. Ну да, еще такой внушительный деф остается. А вот драконов все меньше и меньше остается. Ну, да, возможно, надо в миксе что-то менять. Мне кажется, одного рейджа маловато. Но сейчас с вами попробуем. Вторая атака у меня, по-моему, такая же будет с драконами. Или что-нибудь другое давайте придумаем. Не знаю даже, что предложить вам. Но, в принципе, если сейчас адскую мы завалим, то драконы как бы там еще и арбалет завалить должны. Блин, а не трешка ли это случайно? Я понимаю, что прокачка слабая, но если будет трешка, это же будет офигительно. Так, минус еще один дракон. Два дракона у нас остается. Теряем и короля с вами. Не, арбалет сейчас всех давалит. Ну, арбалет, конечно, жесткий. Просто красавчик. Так, с поражатия Квинея должен забрать еще и Дарк. Офигительно. Все ресурсы мы с вами практически забрали. В принципе, я сделал все, что хотел. Отлично. Переходим ко второй атаке. В общем-то, я не удержался. Это просто миллион. Поэтому, блин, тут даже сказать нечего. Надо просто брать и забирать этого челика. Так, смотрите. Тут адски, тем более, на мульте стоят. То есть, для хогов идеально. В общем-то, этот микс как-то должен тащить. Но, пока не знаю, как. Это самый главный вопрос. Непонятно, как он должен тащить. Так, голем пошел. Также гигов давайте раскинем. Два бомбера сюда. Два. Сюда. Ясно все. Кинг. Ай, блин, очистить-то кто будет? Ну, я все понял. Ладно. В принципе, пускай он по кругу идет. Ничего страшного. В центре, если боулер зайдут, будет отлично. Нам этого вполне хватит на заход. Такс. Джамп, в принципе, юзать больше некуда. Поэтому, куда ляжет, туда ляжет. Рейджик пошел у нас. Гиганты там. Вообще, все есть, в принципе. Так что, должен пойти разнос, по идее. С верхней части мы с вами... Или с той, откуда вам? Ну, ладно. Давайте на заход. Я тогда накину хил. Так как там бомбежка, я не хотел заходить с этой части. Ну, ладно. Уже ничего не поделаешь. Или не будем скидывать хил? Сейчас посмотрим, выживут ли у нас хоги. Не, нужно. Да, нужно. Все, хил накинули. Отлично. В принципе-то... А, в центр у нас никто не пошел. Блин, это, оказывается, уже готовая заброшка. Я-то думал, адский это... Буду долго фигарить. А оказывается, нет. Кстати, он просто их не перезарядил, наверное. Потому что на прокачке арбалет стоит. То есть, это не совсем такая заброшка. Серьезная. Ну и ладно. Мне как-то вообще по барабану. Самое главное, что это будет трешка. И плюс еще миллион. Это штопово. Видит такой фарм? Я бы на всех аккаунтах такой фарм желал бы видеть. Но, в принципе, наверное, как и любой игрок, миллиончик это вещь. Так, давайте прожмем, наверное, королеву. Это стопроцентная трешка. Поэтому нам нужно как можно быстрее добивать этого челика. Так, и в хранилищах тоже ресурсов полно. Ну да, это такая средненькая заброшка. Возможно, давно не заходил челик просто. Давно, это примерно где-то два дня не заходил. Ну, примерно. Так как адская уже закончилась. Так, ну все, остаются у нас сборщики только. Да, шикарно. Вторая треха залетает. Ну, первая атака, конечно, была ужасная. Так, ну первая тоже не треха была. Я что-то забыл. У меня такое ощущение, как будто я сейчас вторую треху уже луплю. Воздушный микс я, в общем-то, переделал. Я взял, получается, в клановую крепость славу. Взял побольше шаров. Ну и, в принципе, этот микс должен зайти на этой базе. Такс. Давайте сшибем одну ПВОшечку и зайдем, ну, прям на две ПВОшки, так как чистерщик стоит на прокачке. Я думаю, что вот так, как мы сейчас будем заходить с вами, мы должны взять его, ну, хотя бы на двушечку. Как минимум прям. Такс, пошла у нас, наверное, уже лава. Да, пускай залетает. За ней запустим целую кучку шариков. Можно, в принципе, прям тут уже накидывать рейдж. Также на этих дракошек тоже рейдж накидываем. И, в принципе, с этой части тоже подкинем шариков. Кстати, тут адская на сингл стоит. Блин. А для драконов это капец какой враг, поэтому чё-то хз. Давайте рейджа тогда на центр накинем, чтобы быстрее мы завалили ПВОшки. Отлично. Такс, вернее адские. Ну и, в принципе, драконы-то устремляются в центр. ТХ мы обязаны забрать. И чутка ресурсов тоже мы с вами заберем. Давайте скинем героев с этой части. По ресурсам мы должны забрать так-то нормально. Но это не точно. Так, остается всего один дракон. Также снизу еще один. Но он уже все. Он уже откинулся практически. Кстати, тут в клановой шарике. Блин, а это плохо очень. Но давайте попробуем затравить. Я не знаю. Так, первый яд у нас полетел. Давайте еще один яд накинем. Все равно шарики у нас туда полетят. Ну, вроде как шариков мы должны затравить с вами. Они практически уже... Все, шарики почти все погибли. Шикарно. Так, сейчас в хранилище забираем ресурсы. И можно уже завершать, в принципе. Больше мы уж точно с этой базы с вами не своруем. 71%. Отлично. Меня такой результат вполне устраивает. Но прошлый, конечно, намного больше удивил. Ну и куда же мы с вами без фан-атаки? Конечно же, никуда. Я нашел заброшку, поэтому эта фан-атака сюда идеально зайдет. Это будет трешечка. И это будет как раз-таки последняя атака трешечная. Так, пошел у нас голем. Значит, в принципе, пускай его там фигарят. Мы пока с вами заюзаем молнии. Давайте все-таки ему поможем. Колдунами, что ли. Так, с кинга. И, блин, нам надо было с другой стороны все-таки заходить, да? Знаете почему? Потому что мне кажется, что герои не осилят просто королеву вражескую. Так, ну ладно, сейчас посмотрим. Я тогда добавлю вышибал. Также сюда добавлю рейш. Я тратить, наверное, не буду на заход. Почему? Потому что он бессмыслен. Так, ладно, теслы мы с вами уничтожаем. Прожимаем кинга. Отлично. Это нам больше ничего не угрожает. Можем заходить дракошками. Раз, два, три. Четыре, пять. Так, ну уже шесть. Я все понял. Седьмого досаживаем. И пошли у нас также шарики. Вот ближе к центру. Там мы скинем, наверное, с вами рейдж. ХЗ, сейчас посмотрим с вами. Так, ну у нас остается только рейдж закинуть. Да и все. Вот, в общем-то, сейчас уже можно, в принципе, скидывать. Заберем колдуна, теслу там. Ну да, это трешка обязана быть. Пол дефа мы уже с вами унесли за собой. И, в принципе-то, арбалеты неактивные. Инферно неактивные. Че дракона может угрожать еще? Пятого уровня тем более. Так, ладно, тогда дождемся конца. И все. Будет офигенно. Так, ну это комбинированный микс. Поэтому у меня остается, получается, сделать всего... Так, один раз атаку вышибалами. Воздухом я сейчас с вами пройду события. Останется вышибалами. Но я по-любому сделаю больше, потому что мне нужно до конца буста посидеть, подфармить. Я хочу еще поставить арбалеты на прокачку. Ну, хотя бы до третьего уровня. Ну, один я, наверное, поставлю только. Потому что на два я не успею нафармить за один буст. И что-нибудь еще из ловушек, наверное, поставлю. Сейчас нужно посмотреть, что там прокачивать осталось. А хотя, что смотреть, я уже видел. Остается только деф и ловушки. На героев я точно не нафармлю. Самый минимум это королева. Она стоит 85 тысяч. Поэтому на нее еще фармить и фармить. А когда я активно начну фармить на этом аккаунте, я не знаю. Поэтому как-то так. Но фармец мы сейчас с вами украли огромный. И, кстати, там, по-моему, скоро, да. Второй мастер уже скоро. Но филига мне на этом аккаунте не сильно-то и нужна. По играм кланам тут осталось чуть-чуть. Но я сейчас довыполняю. На сегодня ролик заканчивается. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Ставьте лайки. Пишите что-нибудь в комментарии. Всем удачки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok